добрый день дорогие друзья меня зовут оля добро пожаловать на мой канал в этом видео я поделюсь идеей создания красивой композиции на бокале а также покажу как сделать вот такие вот розы с конфетами это делается очень просто быстро и получается в итоге оригинальный и такой вот интересный подарок давайте начинать и начинать мы будем именно с розочек для лепестка я беру отрезок бумаги три с половиной на 6 сантиметров складываю пополам и вырезаю форму лепестка форму капельки затем просто хорошенечко растягиваю сам лепесточек ничего не подгибаю и лепестки готовы для бутона я беру отрезок бумаги приблизительно где-то 7 на 8 сантиметров складываю пополам и срезаю уголочки и заранее подготовим еще и чашелистик для чашелистика зеленая бумага размером шесть с половиной на 7 сантиметров и все как обычно вырезаю зубчики такой заборчик затем немножечко подкручиваю каждый зубчик каждый зубчик опять же растягивай и растягиваю саму заготовку все подготовили откладываем в сторонку и начинаем собирать сам цветочек в этот раз основа у меня будет конфетка любые конфеты можно брать но размеры саму самых самих лепесточков рассчитаны где-то приблизительно на конфетку ферреши я подклеиваю конфетки зубочистку и прячу хвостики от самой конфетки затем беру заготовку для бутона с одного края растягиваю и плотно обкручиваю конфету бумагой мне очень нравится когда конфетку практически не видно а вы делаете так как вам больше нравится если хотите чтобы конфетка была видна то не сильно плотно обкручиваете саму конфетку и теперь уже сам цветочек я заранее подготовила большое количество лепесточков и начинаю формировать сначала я приклеиваю три лепесточка наношу клей на весь нижний край лепестка и плотно прижимаю к самой конфетки все лепестки стараюсь сделать на одной высоте бутон у нас сформирован затем я приклеиваю все остальные лепестки просто по кругу накладывая один на один где-то на треть предыдущего лепесточка количество лепесточков регулируйте сами это будет зависеть от того какой пышности хотите вы цветочек я делала приблизительно все одинаковые поэтому количество лепестков не подскажу регулируйте как я уже говорила сами по своему желанию последний лепесточек как обычно завожу под первые то есть под предыдущий и розочка сформирована подклеиваю на горячий клей чашелистик наш цветочек готов я срезаю зубочистку она нам не нужна будет мы будем приклеивать к нашей композиции все цветочки и теперь начнем приступать к самой композиции основа у меня обычный стеклянный бокал собирать композицию буду я на кусочек пеноплекса отрезала небольшой квадратик и намечаю кружочек где у нас будет крепится сама основа к бокалу то есть это у нас будет сама основа и вырезаю по кругу срезаю нам не нужный пеноплекс и срезаю я таким образом оставляя небольшое количество пеноплексов вокруг намеченного круга где-то на пол сантиметра затем заготовку пеноплекса обклеиваю с одной и с другой стороны гофрированная бумага зеленый а и Продолжение следует... 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 И для того, чтобы композиция не выглядела монотонной и скучной, я добавляю еще немножечко сахарных ягодок, искусственных веточек зелени. В общем, добавить можно любые тычинки, ягодки можно сделать самим, сделать какой-то небольшой мелкоцвет, оттенить любым другим цветом, в общем, как разгуляется ваша фантазия и как вам захочется по вашему вкусу. Но добавить необходимо в любом случае что-то, чтобы это выглядело интересней и сочеталось по цветам. Композицию составили, она у нас готова, теперь заполняем бокал. Для того, чтобы конфетки смотрелись не скучно, я добавляю немножечко белого сезали, кладу конфетки. А вообще можно вместо конфеты положить любой небольшой сувенир, какой-то маленький подарочек, в общем, все то, что захотите. Заполнила бокал и теперь уже надеваю композицию на бокал. И на этом готово. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока!